Лето 1990 года было в Литве щедрым и тревожным. Не свистели здесь пули и не пылали хутора. Но ведь баррикады, разделяющие людей, не всегда сложены из камней. Что дальше? Конфронтация с Москвой достигла критической черты. КОНЕЦ 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 Эти мальчишки из Клайпетской школы искусств имени Эдуардоса Бальчиса только что пели в кафедральном соборе Вильнюса. Участвовали вместе. Прежде они не делили себя и своих сверстников на литовцев, поляков, русских. Заставят ли недобрые обстоятельства делать это? Среди тех, кто прилетал в ту пору в Вильнюс с московскими рейсами, было меньше, чем обычно курортников и туристов, но гораздо больше командированных в штатском и военной форме, которым было предписано наставить Литву на путь истинный. Это не очередь за колбасой. Это очередь за газетами. Каких новостей ждать сегодня, завтра? Ответа на этот вопрос не знал, пожалуй, никто. Напомним хронику драматических событий, заставивших весь мир обратить взгляд на Литву. Из репортажа литовского телевидения. 11 марта 1990 года. Демократически избранные депутаты Верховного Совета Литвы принимают акт о восстановлении независимого литовского государства. Выражая волю народа, Верховный Совет Литовской Республики постановляет и торжественно провозглашает, что восстанавливается реализация суверенных прав литовского государства, попранных чужой силой в 1940 году, и отныне Литва вновь становится независимым государством. В акте о независимости подчеркивалось, территория Литвы является целостной и неделимой, на ней не действует Конституция никакого другого государства. Речь, как нетрудно догадаться, шла о Союзе Советских Социалистических Республик. Из Москвы последовал раздраженный окрик. Президент СССР потребовал в трехдневный срок сообщить о мерах по отмене акта о независимости и других документов, принятых Верховным Советом Литвы. Сообщение из Литвы и о Литве в экстренных выпусках телеграфных агентств и телекомпаний. Переброска в Литву воинских контингентов и боевой техники. Загадочные перемещения десантных подразделений. Газета International Геральд Трибюн. Как Вильнюс, так и Москва допустили неуклюжие ошибки. Господину Горбачеву следовало бы знать, что угрозы только воспламенят сопротивление. Но он, вероятно, считал, что ему необходимо продемонстрировать своему растревоженному государству, что он способен противостоять вызову. 23 марта в столице Литвы разнеслось сообщение. Со стороны Каунаса приближаются танки. Председатель Верховного Совета Ландсбергис. Зачем? Достаточно прислать 30 автоматчиков, и они захватят все и вся. Мы ведь не будем оказывать сопротивление. Находившийся в Париже министр обороны СССР Язов, отвечая на вопросы корреспондентов, был предельно лаконичен. На территории Литвы находятся войска. С какой целью в Литву были переброшены десантники? Первые акции захват цико-компартии, домопечати, партийного архива. Обстановка становилась все более тревожной. Над Вильнюсом Виталий Теней, Берлина 1953 года, Будапешта 1956, Праги 1968. Первая жертва конфронтации. Станислава Сжимайтис из Каунаса подверг себя самосожжению на площади имени 50-летия Октябрьской революции в Москве. Каунаса Иллюстрация к тезису о неумешательстве армии в политическую борьбу. С военных вертолетов сбрасываются листовки, призывающие требовать отставки руководства Литовской Республики. Реакцию можно было предвидеть. Красная армия, уходи домой. 20 апреля в лексикон Литвы вошло слово «блокада». Сообщение ТАСС. Учитывая, что руководство Литовской ССР не приняло мер к отмене противоправных актов, дано указание о прекращении поставок нефти, а также о сокращении подачи природного газа в республику до объемов, необходимых для обеспечения бытовых и коммунальных нужд. Рухнул парламент? Сложило полномочия правительства? Да нет. Просто у закрытых ворот предприятий оказались тысячи и тысячи рабочих, литовцев, русских. Экономика республики оказалась на краю пропасти. Единственный показатель, который буквально взмыл вверх, объем розничной торговли. Объяснялось это крайне просто. С прилавков магазинов было выметено буквально все. Таких магазинов Литва ни в какие времена не знала. Трудно было найти хоть что-то, что не попало в списки дефицита. Литовская автострада в часы пик. Бензоколонки на замке. Один из первых адресов зарубежных поездок премьер-министра Казимиры Прунскене, Норвегия. Пожелания гостей. Нефть, кредиты. Принимали весьма тепло. Но ни один из принципиальных вопросов не был решен. Не принесли ожидаемых результатов встречи с Бушем, Тетчер, Ветераном, Колем. Сегодня закрытое заседание парламента. А продолжавшийся час сорок минут встречи с Горбачевым и Рыжковым в Москве докладывает Казимира Прунскене. Обозреватель Вилюс Кавалаускас в газете Тиеса. Мы не центр мира, несмотря на то, что сегодня нас везде и много говорят. Почти во всех столицах мира нам сказали, признаем вас в той мере, в какой вы сможете завоевать признание у Москвы. Дипломатия безжалостна. Приходится возвращаться туда, откуда ушли, вроде бы, безвозвратно. Художник Бронис Грушес. Советник правительства Литвы по вопросам культуры и искусства. И все же, Бронис, мой первый вопрос не как к художнику, а как, скажем, к аппаратчику. Политический диалог Москва-Вилюс. Чего вы от него ждете? Ну, я думаю, что мы ждем от этого диалога очень многого. Потому что это должны решать экономические проблемы, темы трудностей, которые сейчас возникают все жестче, чувствуем эти трудности в связи с блокадой. Во-вторых, думаем, что этот диалог должен раскрепостить и одну, и другую сторону от этой политической напряженности, неизвестности, кто, к чему, как должны отнестись. Как вы считаете, по кому ударила блокада? Я думаю, что блокада ударила, в первую очередь, конечно, по литовской экономике. Но, если посчитать, таких расчетов мы не имеем. Но предполагать мы можем, что дороже это обошлось Советскому Союзу. Союз будет иметь совершенно иную форму. Могла эта будущая государственность представлять интерес для тех республик, которые объявили о независимости? Ну, я не уверен в этом, потому что так, как принимаются сейчас законы, это есть до некоторой степени своеобразная косметика. Радикальных проблем, то есть радикально проблемы не решаются. И поэтому я уверен, что тот закон не может решать те проблемы национального характера, политического характера проблемы, которые интересуют республики. И поэтому я считаю, что процесс необратимый. Его нужно решать радикально. В поисках совершенно других государственных форм общения между Советским Союзом и теми республиками, которые определенно решили выйти из Советского Союза, как из государства, или создать совершенно на других юридических основах государственное какое-то объединение. Есть в Литве люди, которые в принципе отвергают саму мысль о переговорах с Москвой. Для них тема блокады и всеобщего антилитовского вероломства стало желанным коньком. Суть монолога представителя комитета за независимую Литву примерно такова. Есть компромиссы, которые равносильны предательству. О чем говорить с Москвой? Какой чести, какой совести можно ожидать от нее? Пройдет несколько месяцев. Блокада будет без лишнего шума похоронена. И никто в Москве не станет претендовать на авторство по части этой нелепой и безрассудной затеи. Если оставить в стороне митинговые страсти, то в обыденной жизни Вильнюса проблематичность ситуации не очень-то ощущалась. Город, как всегда, выглядел уютным, приветливым, доброжелательным. А вот со страниц местных газет громыхала барабанная дробь, призыв к атаке, или, если хотите, контратаке. Эмиссары литовского правительства разъехались по регионам Союза. Тюмень дает нефть в обмен на продовольственные товары из Литвы. Хузбасс – уголь. В обход центрального правительства. Вопреки блокаде. Сигитас Кривицкас – писатель, публицист. Работал в Нью-Йорке. Был с первоцелинниками в Казахстане. Написал о них книгу. Сигитас. Правда и неправда о Литве. Много странных новостей о нас. Того, что на поверку оказывается иным. И поэтому в Союзе журналистов Литвы мы учредили клуб охоты на газетных и прочих уток. И вот, значит, мы разделили также угодия. Мне, скажем, достались больше всего страницы очень известной на Руси газеты «Советская Россия». И там я часто охочусь со своим карандашом на этих наших профессиональных уток. Дело в том, что у нас в Литве сейчас по приказу, по указу союзного президента запрещено держать любое оружие. В том числе даже самые мизерные охотничьи. И для нас, для журналистов тоже остались только фотоаппараты, телекамеры и ручки. Вот я со своей ручкой и подчеркнул некоторые интересные места в газете «Советская Россия» за последнее время. Скажем, пишется так. В республике, имеется в виду Литва, произошел государственный переворот. К власти пришли реакционные силы, которые, по сути, начали демонтаж социализма. Я начну эту утку как бы анализировать с хвоста. Да, теперь уже никому не секрет, что за 70 лет так и не удалось построить ни зрелого, ни другого социализма. Пока что неизвестно, что это такое. Поэтому и в Литве у нас этот опыт, скажем прямо, не удался. И поэтому невозможно демонтировать того, чего и не было наяву, а только в теории. Так как на последних выборах мы все, жители Литвы, свободно изъявили свою волю, то по этой логике газеты «Советская Россия» получается, что мы стали все три миллиона с лишним участниками переворота. Это единственный случай в истории мировой практики, чтобы участником переворота стал весь народ. На этом пруду возле дома Сигита Скривицкас снимает заставки для своих передач «Охота на уток». Сериал продолжается. Материала, увы, более чем достаточно. Корреспондент радио и телевидения Ильяна Курклетите. В последнее время все-таки появилось очень много искаженной информации о Литве. Иногда мне кажется, что даже это море дезинформации, потасовка фактов, искажение мнений, или учитывается только одно мнение, умалчивается другое. И меня, как журналиста, как корреспондента, это очень часто огорчает, потому что я встречаюсь с многими людьми, я всегда знаю все события того дня, даже того часа, и просто иногда удивляюсь недобросовестности журналистов. То есть тут отсутствует иногда даже профессиональная совесть, я уже не говорю о человеческой совести. Начну с того события, когда 23 августа прошлого года один миллион жителей Литвы, Латвии, Эстонии пошли на Балтийский путь. Все это оценивалось как националистическая истерия, как акция агрессии и так далее. А тут здесь было фактически референдум этих народов, потому что они вышли, взяли за руки и сказали об исторической несправедливости. О пакте Рибентропа и Молотова Рибентропа и Молотова, Литва, Латвия, воспринимается, как человек себя ведет, насколько он намерен понять или насколько понимает здесь живущих людей, если он здесь проживает постоянно. Никто не порывает и не намерен порывать ни экономические связи, ни дружественные связи. Наоборот, даже вот в дни блокады Литва ищет непосредственных партнеров и в Российской Федерации, и в других республиках, чтобы наладить экономические связи и такие дружественные связи. Я думаю, что будут самые наилучшие связи. Ну, а как переживала происходящая крестьянская Литва, куда, конечно же, доносилось эхо бурных, кипящих эмоциями городских митингов. Бронюс Грушес предложил нам побывать в деревне Сары. Это километрах в 75 от Вильнюса. У него там мастерская в бывшем коровнике. Работает с ребятами из окрестных деревень. Совхоз называется Жеймяна по имени речки, протекающей здесь и впадающей в главную реку республики Нярис. Директор Николай Максимович Сухов, русский по национальности, родился и вырос здесь. Его правая рука Юзефа Мартинкенене, полька, он фамилию носит мужа литовца. У нас разноязычное население, у нас разный национальный состав. Мы должны беречь все, чтобы потом, когда пройдут эти годы, не стыдно было друг другу посмотреть в глаза. Я считаю, что я должна была думать и делать так, как думает коронавирус республики, потому что дети мои литовцы, родной язык им литовский, песни самые красивые литовские, я их мать, это во-первых. И значит, даже один русский, я слышала концепцию русского, что должен решать народ хозяин, той земли, на которой живет. 60% здесь проживают коренное население литовцы, 30% польского населения и 10% других разноязычных групп, русские, белорусы, татары. Вот так, что действительно состав населения, я бы считал, что нам позволяет именно и ситуацию, такую вот, именно на разрешение национальных вопросов, разрешает как-то правильно воспринимать. И где-то мы друг друга, наверное, чуть-чуть, так сказать, влияние имеем друг на друга, и поэтому у нас все вопросы решаются более демократично, не задевая интересы какого-либо другого народа, проживающего и работающего у нас. Поэтому у нас, наверное, так как в работе, так и в быту не бывает таких каких-то непонятных. Наверное, нужно обратить внимание на то, что большинство, вот это 60% литовцев, которые здесь проживают, довольно демократично настроены по отношению к другим национальным группам. Я не видел, что кто-нибудь, но сделал замечание по тому, почему ты со мной говоришь не на литовском языке. Нету проблемы. Деревня, несмотря на то, что мы прожили вот 50 лет при советской власти, как говорится, менялись методы руководства, значит, на селе, вот деревня сохранила все-таки свой уклад общины. И это нельзя, как говорится, нам отбрасывать с жизни. И понимаете, что получается? Я бы сказал, если вот к нам все-таки мы сейчас уже значительно сократился приток приезжающих, но все-таки люди приезжают. И приезжают к нам буквально разных национальностей. И понимаете, что получается? Я бы сказал, не национальность влияние имеет здесь у нас, наша община принимает того человека, если он только здесь никакими, сказать, словами, или национальности влияния не будет иметь, имеет его качество как работника. Если он своим только трудом докажет, что он действительно мастер своего дела или просто хороший человек, его община принимает, и этот человек постоянно укореняется у нас. Не важно, какой национальности здесь, но если он не доказал этого, община может не приняться. И если община не принимает, я вам точно скажу, из практики, этот человек вынужден будет уехать. со времен Гидеминоса, который называл себя королем литовцев и русских, стояли в Литве рядом католические костелы и православные храмы. Один из первых документов нового парламента призыв людей Литвы к согласию. Независимость это не суровый судный день, не стремление к слепому возмездию, не триумф победителей, а непрерывный путь нашего исторического применения, нашего достоинства, любви и возрождения. Мы попросили епископа Виленского-Литовского Хризостома сказать свое слово о событиях в Литве, об отношениях Вильнюс-Москва. Я как православный, живущий в Литве, возглавляющий православные епархии, и вместе с тем, как русский человек, поддерживаю литовцев, их желание быть независимыми, быть свободными, быть самостоятельным государством. Я не знаю, какими средствами можно было бы это безболезненно осуществить. Я не политик, я не юрист, не экономист, не знаю. Но то, что сейчас происходит, те взаимоотношения между Москвой и Литвой, это свидетельство того, что все-таки мы, начав перестройку, очень и очень к ней не подготовились. Мы не учитываем того, что долгие годы мы жили и в период культа личности и застоя, и произошла определенная деформация в нашем сознании, в нашей духовности, в нашей нравственности. Для того, чтобы решить проблему Литвы и Москвы, нужно очень серьезно подходить к этому вопросу, как в Москве, так и в Литве. Наверное, есть издержки и со стороны Литвы, и со стороны Москвы, но главное не забывать того, что мы все-таки долгое время жили вместе, вместе переживали все проблемы тоталитарного государства, и мы должны выходить из него какими-то общими усилиями, щадя друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok имело это хоть какой-то смысл? Известно, что сила сегодня не рождает послушание Она рождает гнев Так и произошло в Литве Газета International Gerald Tribune Ставки огромные. Совершенно ясно, что сотканное с таким трудом полотно улучшающихся отношений между Востоком и Западом будет разорвано, если Москва вернется к своему традиционному применению силы. Господину Горбачеву это должно быть известно. Но если он все же поддастся соблазну и уговорам применить силу, то рухнут не только его планы и надежды, но и начатые по всему миру перемены. Верховный Совет Литвы объявил недействительным по отношению гражданам республики закон СССР о всеобщей воинской обязанности и постановил прекратить деятельность военных комиссариатов Министерства обороны СССР как учреждений чужого государства. Комментарий Республиканского военкома генерал-майора Альгимонтаса Висоцкиса. Меня как-то удивило и удивляет, когда руководители государства, республики так будем называть, и Ландсбергес, и Брунскене, и другие высокопоставленные люди, призывают молодежь Литвы не идти служить вооруженной силы, обзывая, что это оккупационная армия, что это армия, которая разваливается, армия, которой нет дисциплины и так далее, и так далее. И просто советует, чтобы молодые люди прятались в лесах, прятались в больших городах, в костелах. Прокурор, назначенный Верховным Советом, Паулаускас, рассказывает, какие формы использовать, чтобы не находили. Выступает представитель церкви, также призывает нитей оккупационную армию, как они называют. Вот это меня удивляет. Почему? Потому что мы уже были один раз в лесах. В 1944 году, когда нас Запад призывал идти в леса и ждать дня освобождения. И кто хочет убедиться, чем это кончилось, может объехать литовские леса и посмотреть количество крестов, сколько там наставлено, сколько погибло молодых людей, неискушенных в политике. Зачем после стольки времен опять эти призывы? Люди старшего поколения помнят, что в 1940 году многие приветствовали красноармейцев, не воспринимая их, как вражью силу злодеев-оккупантов. Но в обозе Красной Армии в Литву прибыли следователи НКВД и карательные команды. А начиналось все так. 23 августа 1939 года в Москву прибыл имперский министр иностранных дел Яхим фон Риббентроп. В тот же день в Кремле, в присутствии лучшего друга всех народов, Риббентроп и Молотов подписали советско-германский пакт о ненападении. Секретные протоколы, согласно которым Литва была отнесена к сфере влияния СССР, станут известны в конце войны, когда в руки союзников попадут архивы нацистского руководства. Советский Союз подтвердит существование таких протоколов в 1990 году. До этого они объявлялись фальшивкой. Из инструкции, подписанной заместителем Народного комиссара Государственной безопасности СССР Серовым. Выселение антисоветского элемента из Прибалтийских республик представляет собой задачу большой политической важности. Операция будет начата с наступлением рассвета. Войдя в дом выселяемого, старшая оперативной группы собирает всю семью выселяемого в одну комнату, принимая при этом необходимые меры предосторожности против возможных каких-либо эксцессов. Затем проводится личный обыск выселяемых, а затем и обыск всего помещения с целью обнаружения оружия. После производства обыска выселяемым объявляется, что они по решению правительства будут выселены в другие области Союза. Операцию Литва проводил Деканозов, свой человек Лаврентий Берии, расстрелянный впоследствии вместе с шефом. В Латвии распоряжался Вышинский, в Эстонии Жданов. Похоронены с почестями у Кремлевской стены. Где и при каких обстоятельствах погибли их жертвы, из числа депортированного антисоветского элемента, выяснить практически невозможно. Страшна была мясорубка ГУЛАГа. Вильнюс, 90. Вильнюс, митингующий. Этот митинг не был похож на другие. Словно молебен в память о погибших в тюрьме из ссылки, о расстрелянных в подвалах Лубянки и Бутырки, об исчезнувших бесследно в ледяных просторах лагерного ада. Нет прощения и нет спасения власти, которая расплачивается человеческими бедами и человеческими жизнями за имперские амбиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Где Сталин Гитлер? Гитлер выиграл игру со Сталином. Первые бомбы Люфтваффе взорвались на Украине и в России, в Белоруссии и в Прибалтике. Продолжение следует... 24 июня, на третий день войны, немецкие войска взяли Вильнюс и Каунас. Продолжение следует... В каждой стране, захваченной вермахтом, были свои лидицы, ородуры, хатыни. В Литве это деревушка Перчупяй. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Памятник Ивану Даниловичу Черняховскому. Стоял, больше не стоит. Демонтирован по решению властей. Взком. Третьему Белорусскому фронту Под командованием генерала армии Черняховского 3 июля 1944 года Была поставлена задача Идти на Вильнюс и Каунас. 10 июля Войска Черняховского Вошли в Вильнюс И подняли красный флаг На башне Генеминоса. 13 июля Город был полностью освобожден. Оккупанты Вели освободители. Еще недавно Литва Знала ответ на этот вопрос. Съемка 1982 года Уинстон Черчилль Уинстон Черчилль Приговаривал Нелегко руководить Распадом империи. Высшие испытания Для государственного деятеля Когда приходит время. Столько лет Россия Все Значит Присваивала земли Вокруг себя Все вшире Эта империя Шире 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 И как Сейчас Допустим Даже Горбачев Ушел Он распустил империю Только ему не простят Потомки Тоже мы подвлияли Это идиотского Такого Значит Имперского Мишеллиния. Я никакой не политик Правда я Значит И народный депутат И С самого начала Движения Саидиса Тоже В нем участвовал Но я не политик И не лезу Не в свои дела Народный артист СССР Регимонтос Адамайтис Я понимаю Трудности Горбачева Какой сложный Он ситуации Между разными силами Должен Лавировать Человек Который Действительно Начал Очень Хорошие Даже Радикальные Изменения Дал ход Этим Изменениям Выпустил Джин Из бутылки И потом Сам начал Удивляться Что этот Джин Ведет себя Не так Как ему Бы хотелось Он бы хотел Чтобы он Танцевал Под его Дудку Но Оказывается Джин Живет По своим Законам Потому что Он почувствовал Ощутил Вкус Действительно Естественной Какой-то Натуральной Жизни Взаимоотношений Не так Как раньше Мы все Жили В рабском Строю Мы все Были Превращены В рабов Которые Думают Только Уже По заданной Программе По Какому-то Запрограммированному Механизму И так Как нужно Тем Которые Управляют Этим Всем Обществом Обществом Рабов Монкультизм У нас Засел Очень Очень Глубоко Очень Глубоко И сейчас Освободиться От него Даже Некоторым Даже Невозможно Невозможно А то Что Вот Происходит Допустим Там Наверное Видели Митинги Единства Которые Здесь Происходит Тут Тоже Очень Разные Разные Люди Наверное Которые Часто Я думаю Не понимают Сами Что они Делают Из Репортажа Литовского Телевидения Плакат В руках Рабочего Искауна Согласил Дорога СССР Рабство Дорога Литвы Свобода Но У Интердвижения На этот счет Особое Мнение КОНЕЦ Наши мышления Наша психология Очень Деформирована Русскому народу Доставалось Не меньше Беду делили Поэтому Здесь Делили Понимаете Совершенно Правильно Но Понимаете Тут Есть Существенная Разница Вы То сами Себя Обижали А нам Эту обиду Как импорт Перевезли Со школьных Лет мы усвоили Истину Булыжник Оружие Пролетариата Сегодняшняя Жизнь Внесла Свои Коррективы Булыжник Оружие Провокатора Противоборство В Литве Пока К счастью Не привело К трагедии Но Взвинчивать Эмоции Будоражить Страсти Опасный Путь Великодержавная Спесь Искудаумный Мелкотравчатый Национализм Две стороны Одной Одной Медали Когда Над городом Появлялись Военные Вертолеты Сбрасывавшие Листовки Бил колокол Кревоги Призывы Разогнать Законно Избранный Парламент И свергнуть Законно Назначенное Правительство Вряд ли Относятся К шедеврам Демократического Мышления Летели Над городом Серебристые Лепестки Листовок И ничего Доброго Это не Предвещало Да Вильнюс Не сомгаид И не ош Насколько Можно ходить По краю Пропасти Первое впечатление Что мы попали На военный парад Все родовольские Флаги Всех республик В том числе Те От которых Иные республики Уже отказались Обидно конечно И несправедливо Когда тебя Называют Оккупантом Но Разве Митинг Место Для разумной Полемики Цивилизованного Выяснения Отношений Нормального Диалога Главный Оратор Сегодняшнего Митинга Председатель Гражданского Комитета Литвы Второй Секретарь ЦК Компартии Литвы КПСС Владислав Шведь Не случайно Нарастает Сопротивление Политики Правительства И Верховного Совета Республики 28 апреля Учрительный Съезд Гражданских Комитетов Литовской ССР Объявил Политическое Недоверие Верховному Совету Жители города Снечкуса И Шельчининского района Объявили Что на их Территории Действуют Только Конституции Литовской Советской Социалистической Республики И СССР Буквально На днях Коллектив Вильнюсского Автотранспортного Предприятия Номер 3 Заявил Что он Подчиняется Только Советским Законам Я думаю Что все Те Которые Собрались На этом Митинге Поддержат Эту Инициативу И потребуют Отставки Правительства И сложения Полномочий С Верховного Совета Ура Мы долго Испытывали Нашу Выдержку Продолжаем Возвладить Антиармейскую Компанию Врат Государственной Политики Мы выражаем Вам свое Политическое Недоверие Официально Заявляем О своем Отказе Выполнять Все принятые Вами Противоправные Акты Требуем Прекратить Раздувание Антиармейского Психода Принять экстренные Меры По привлечению Уголовной Ответственности Экстремистских Элементов Свооруженные Нападения За три дня До митинга В Вильнюсе Состоялся Митинг Интерфронта В Таллине Его участники Пытались Штурмовать Здание Верховного Совета Ворвались В арбук Премьер Министр Эстонии Обратился По радио К жителям Города И тысячи Людей Бросив Все дела Ринулись Спасать Свой Парламент В Вильнюсе Естественно Знали о том Что произошло В Таллине И на охрану Парламента Вышли не только Эти батафорские Рыцарь Парламент 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 Мы тоже слышим мы чувствуем что мы все вместе и никто нас не осилит нас хотели сломить демонстрации военной силы и в конце концов блокады ничего не получилось и не получится может придется еще потерпеть и помучаться но главное то что в наших сердцах уже живет свобода в наших сердцах не осталось страха мы свободные люди так провожали участников митинга гражданских комитетов каких-либо инцидентов не было на этот раз обойдется ли все столь же благополучно на очередном митинге а а а вряд ли кто стремится к кровопролитию но атмосфера на коленах и кто знает какой приказ могут отдать этим парням отцы командиры многие из которых так и не усвоили что сталинская империя мертва что сила не рождает послушания она рождает гнев известно что на вооружении армии не только автоматы калашникова но и саперные лопатки столь к месту оказавшиеся под рукой в тбилиси не дай бог чтобы нечто подобное случилось однажды в литве кружится колышется пестрая жизнь а на базарной площади сидит за прилавком история и бойко торгует идеями народами судьбами страшно было бы литва потерять тебя из виду было бы страшно выпустить твою руку смотреть и не видеть слушать и не слышать юстинос марцинкевичус нас слишком многое связывает и на крутых тропах времени не забудем об этом а 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 Субтитры создавал DimaTorzok